Девушки отдыхают Наверняка она. Видимо, здесь она набирает воду. Да, ты сюда приходишь каждый день, так ведь? Но ходишь ты аккуратно и надолго не задерживаешься. Молодец. Умница. По улицам не ходит, выбирается только ночью. Ночью тут фрики, зато её труднее разглядеть. Долбаные упокоители, вы отсюда живыми не уйдёте. Девушки отдыхают Ладно. Да. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Еще трофеи. Это что? Я тебя вижу. Давай. Есть. Граната! Вперед! Он станет жертвой! Отсвободился, брат. Он убил нас. Возвращаюсь! Нужно прикрыть его! Заряжаю! Припасы кончаются. Вот я ступил! Вперед! 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 Тебе уже не нужны. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 со мной О, нет Давай Давай. Ага. Ты задержись со мной. О, нет! Осторожно! О, нет! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Чёрт, в тоннеле кто-то есть. Что? Так, слезай. Что мы делаем? Слушай меня. Те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу. Поняла? Там люди. Ага, за ним, за ним! Один убей! Убили! Убили! Лиза, слышишь? Выходи, уже всё. Всегда пригодится. Пригодится. Давай, садись. Всё нормально? Да, да. Я хочу домой. Нет, нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно. Я задам тебе один вопрос, Лиза. И, пожалуйста, напряги память. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну, там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет. Пришли люди и всё забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Тишутское ополчение, вроде. Не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы запомнил. Томми? Томми Стрикленд. Мой лучший друг. Но он ушёл. Спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Всё в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой, но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Я знала, что мама с папой за мной вернутся. Много. Много. Интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь ты дома. Мама с папой все заболели. Я не знала, что делать. Пришли люди, все заболели. Ничего. Теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься? Дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай. Ей не сладко пришлось. Ты с ней... Не надо, я сама разберусь. Не послушай меня, правда. С ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами? Хочешь нам помогать? Давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, дик. Я могу помочь? Я могу помочь? Открывайте, а сколько мне тут ждать? Открывайте, я его знаю. Эй, ты прям сюда зачастил. Привет, Мэнни. Тебе как, бак залить? Подзаправим, без проблем. Буду ждать. Буду нужен, заходи. Ах, смотри, 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 смотри. В общем, мы ничего такого не пороемся. Давай, пас. О'Брайен, этот долбанный О'Брайен, что он сказал? Митолиус Спрингс, Митолиус Спрингс. Да, я знаю, где это. Бухарь, ты слышишь? Да, Дик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Нет, но если повезет, я смогу пошарить в вертолете и... Покажи им, братуха. Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не отгоняй своего ангела. Да уж, Джек много разных глупостей говорил. Отбой. Ладно, посмотрим, чем там Неру занимается. У Брайен назрел разговор. И вот сегодня я узнал. Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в Десятом Горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Олени убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты — взять след. Нужно собраться. Увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Вот и хорошо. Хорошо. Смотри, видишь, оленей помет? Свежий. Ну да, вижу. Ведут туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в Десятом Горном, с оптическим прицелом разберешься. Да, Коуп. Уж разберусь как-нибудь. Не спеша, не спеша. Да знаю я. Попал! Четко. А, черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил. Он теперь быстро ослабеет. Главное, выследить. Ага. Видишь? Присмотрись. Да, вижу. Иди по следу. Иду. Он уже ослабел от кровопотели. Скоро свалится. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Ну что, умеешь потрошить добычу? Да. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Он еще с отцом своим на оленях ходил. В общем, он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. Но в целом, неплохо. Для новичка. Ну, спасибо. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо. Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп. Я буду иметь это в виду. Ладно, я буду иметь это в виду. Ладно, я буду иметь это в виду. Я буду иметь это в виду. Ладно, я буду иметь это в виду. Как дела, Бухарь? Ладно, я буду иметь это в виду. Олень, медведь, волк. Да, без разницы. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. Я вырос в этих лесах. Дед научил меня охотиться. Вот только пригонялись мне эти уроки в мире, которого дед и представить себе не мог. Берут. Волк. Нашел. Нашел. Теперь еще надо освежевать. Я не пристрелил своего первого оленя. Мой лагерь и сейчас находится на деревьях. Если хотите выжить и можете принести пользу своим существованиям, приходите. Мы примем. А еще дед объяснил мне, что на олене иногда приходится устраивать засаду. Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у водопоя. Сейчас любой может стать и охотником, и добычей. Поэтому, отправляясь по своим делам, будьте настороже. Но самым верным способом сцапать добычу, как объяснил мне дед, была и остается ловушка. Оставь у дерева селок, и вскоре найдешь в нем свой обед. Но будь осторожен. Даже отрубленная голова змеи может ужалить, особенно если она не совсем тохна. Поверьте, если бы мой дед дожил до наших дней, он пережил бы нас всех. С вами Марк Коплант. Это радио Свободный Орегон. Не верьте лжи. Прекрасно, Коуп. Значит, с дедом вы расставляли селки, а с папашей клали солонцы. Тоже мне благородные охотники. Но теперь уже всем все равно. Могила. Да, я все время забываю, что рядом гора Олили. Сам удивляюсь. Свежее мясо. Вот так вот. Ну вот, теперь надо отнести все буквально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok